ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как пользоваться вот этой крутящей штукой? Это навык из линейки фиктований, называется он Вихрь. Использовать его проще простого, просто зажимаете клавишу атаки, выучив предварительно сам навык, и Геральт будет кружиться в танце. У меня на клава мыши это левая кнопка мыши. Кроме Вихра есть еще один скилл, называется Разрыв. Это как Вихрь, только не крутится, а очень сильно бьет из-за головы. Активируется также зажатая клавиша атаки, но только с сильного удара. У меня это Shift плюс левая кнопка мыши. Как добиться такого же порога интоксикации? Есть всего три составляющих, дающие такую интоксикацию. Умение из ветки алхимии и приобретенная стойкость, которые повышают порог за счет количества выученных рецептов. Если вы только начали играть или играли невнимательно, пропуская их, то ваш порог уже будет ниже. Умение желтых ячеек контроль метаболизма и броня мантикоры. Как поставить в дополнительные ячейки умений, не соответствующие по цвету навыки? Сразу скажу, что это баг. Но я его начал так естественно использовать, что сначала подумал, что баг в том, что я не могу их поставить. Рассказываю. Сначала ставите не соответствующие навыки в обычные ячейки, а целевые в дополнительные. А потом меняйте их местами. В комментариях говорят, что не все навыки после этого работают, поэтому советую проверять. Я ставлю обычно только желтые и все они работали. На видео поставил вихрь и разрыв, они тоже работают. Как зачаровать арандит? Это кстати к вопросу о многих других мечах и доспехах. Все крайне просто. Идем к мастеру зачарования из дополнения каменной сердца и добавляем в меч ячейки, которые после этого уже можем использовать под само зачарование. И раз уж мы здесь, то еще пара вопросов для этого места. Как получить эффект красной руки во время боя? Это зачарование воодушевление у этого же мастера. Открывается после полной его прокачки. Имею ввиду самого мастера. Как сделать мантикору легкими доспехами? Или любые другие доспехи любым другим типом. Это делается все у этого же мастера. Просто зачаровываем на легкость и все доспехи в ячейках приобретают статус легких доспехов. Теперь поговорим о самых крутых доспехах и мечах в игре. Я буду оперировать только обычной игрой, так как в начале New Game Plus ничего хорошего нет. И вы будете ходить во всем из обычной игры до второй половины точно. Начнем с доспехов. Помимо гроссмейстерских сетов Школы Ведьмаков, есть еще несколько вещей, заслуживающих ваше внимание. Это перчатки Нильфгардской армии. Из важного они дают плюс 50% к силе крита. Это много, они реально крутые. Больше вопроса к силе крита, кроме мечей, ничего не дает. Купить их можно у любого торговца оружия или брони в тусенте. Сет доспехов Новолуния. Каждый элемент увеличивает шанс и силу крита в совокупности больше, чем антикора. Достать их можно, пройдя дополнение Каменные Сердца. Я, кстати, так и не нашел тунику эпическую. Потом купил для комплекта синюю, которая не дает нужных эффектов. Есть еще много интересных доспехов, которые увеличивают выпадение золота или трав, или дающие 100% сопротивление к некоторым критическим эффектам. Лично я собираю все, что имеет необычные характеристики или уникальный внешний вид. По стальным мечам. Меня вы постоянно видите с остальным тусентским мечом, и он реально хороший, один из самых сильных. Чтобы его получить, нужно найти его рецепт и скрафтить. Он находится рандомно на знаках вопроса в тусенте. Очень неплохо себя показывает и великолепная Карабелла, которую можно получить, если изгнать Гюнтур и Адима. Данный меч не только восстанавливает хп, но и имеет ультовую атаку. Из альтернативных клинков можно использовать Бельховинский клинок с 100% увеличением силы крита, или Витис с 20% прибавкой к мощи всех знаков. На самом деле сильных клинков много, которые чуть-чуть отличаются по базовому урону. Потом его тут стоит подбирать для билда. Я, например, нашел меч с 30% базовым шансом кровотечения. По серебряным мечам. Во главе, конечно же, Арандит. Без комментариев. Легендарный меч с легендарными характеристиками. Но не один такой хороший. Уже в конце игры было множество клинков с большей атакой. Например, Ами. Который выглядит как какой-нибудь гномский рунный меч. Или Гешефт, который практически серебряно-зеркальная версия Бельховенского клинка. Кстати, есть еще один Гешефт, который аналог стального Витиса с увеличением мощи знаков. Гешефт и Витис найдены в мире тысячи сказок. Аналоги на обычный урон есть в пещере скрытого. Их тоже можно считать крутыми клинками. И в конце главный вопрос. Где достать такой арбалет? Это обычный туссенский арбалет. Я не знаю, где точно его достал. Побегал по сохранениям и определил, что нашел его после квеста Отзвук. Дереги становятся бешеным. И до начала квеста Логовом Бестия. Где мы ищем парнишку, чистящего ботинки. Что я делал между этими квестами, я не помню. Но нашел я его именно там. Так. Раз уж мы заговорили о шмоте, то перед тем, как продавать любые эпические вещи, обязательно проверьте их на разборе. Особенно, если это награды за квест. Иногда их можно пересобрать и поднять под текущий уровень. Например, корабелла. Или при разборе получить уникальный рецепт, как, например, с мечом Тейгер. И еще один лайфхак из туссента. Если вы проходите Кровь и Вино и подходите к концу, то эта информация вот прям для вас. К финалу есть два пути. Либо через фантастический мир сказок, либо через пещеру скрытого. Но можно побывать в обоих локациях. Когда Регис говорит нам выбирать, что делать, мы сначала идем в детскую Ксиане, находим дневник гувернанки, читаем его. И не лезем в шкаф книги Тысячи Сказок. А уходим из детской и идем в поместье Кориане. Несмотря на то, что активного квеста у вас не будет, вы сможете зайти в ее поместье, активировать с ней разговор, помочь и получить ключ к пещере со спящим. Встречаясь в Доках с Регисом, мы ведемся на его уговор и идем искать Сиану. Но так как у нас есть ключ в пещеру к спящему, попасть теперь к нему мы можем в любой момент. Даже после завершения игры. Но будьте осторожны и перед походом к спящему сохранитесь заранее. Лучше идти к нему прямо перед New Game+. Кстати о новой игре плюс. Чтобы туда попасть, сохраняемся, выбираем новую игру плюс и вот мы уже тут. Вместе с нами в New Game+, переносится весь наш скраб в виде оружия, брони, зелья и ресурсов. Но исчезнут все чертежи на доспехе и оружие, потому если вы что-то захотели скрафтить, делайте это еще на обычной игре. На New Game+, придется собирать все за нану, но зато вся броня и оружие будут иметь повышенные статы при новом крафте. Также исчезнут все карты для гвинта и все квестовые предметы, чтобы не было задвоения. К вопросу о New Game+, прохождении игры по третьему кругу. Новость плохая, ее нет. При попытке пишут, что игра не пройдена и не активируется. Есть еще одна плохая новость, это баги. Просто проходя игру я их не встречал, но на New Game+, они везде меня преследуют. От преобразовывающихся доспехов до пропажи рецептов и чертежей. Я не могу сказать, что это убивает игру, по крайней мере у меня. Скорее доставляет неудобства и заставляет переживать. Но у зрителей бывали и другие критические баги, поэтому советую чаще сохраняться на уникальные слоты. Ну, на всякий случай. Так, и напоследок, у меня подписаны все отвары и эликсиры в инвентаре. Это моды. О них будет следующее небольшое видео. Они же активируют автоподбор лута и, например, автоматическое использование масел. А на этом все. Видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Если у вас остались вопросы или появились новые, то пишите их в комментариях под видео, а я отвечу на них. Ну, а мы увидимся в следующем видео и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok